Месяц назад на этом месте стояла моя коллега Екатерина Кошучик. Она приходила в детский сад с 7 гномов с проверкой. Сегодня в гости позвали нас. Пойдемте посмотрим на экскурсии, как детский сад выглядит сегодня. Как театр начинается с вешалки, так детский сад начинается с раздевалки и с входа администратора, охранника. Кто здесь вообще сидит, что здесь делать? Здесь с утра медсестра находится. У нас детский сад направлен на оздоровление детей. Есть бесконтактные термометры, есть у нас ультрафиолет, который обрабатывает. Телефоны можно обработать, можно обработать руки. Также, когда приходит питание, у нас привозное питание, мы обрабатываем контейнеры. Здесь у нас большой холл, здесь приемное отделение, мы принимаем детей здесь. Родители комфортно располагаются на диванчиках. Много шлев, нет? Нет, с утра у нас слез нет, у нас дети приходят с радостью. Все нравится детям, интересные занятия проходят, много дополнительных занятий. Оперативная секция, раньше была дзюдо, сейчас он ходит на танцы, ну а также английский. Я очень довольна садиком. Очень ему тут все нравится, очень хорошие воспитатели, всех любит, всех обнимает, целует и уходить не хочет. Здесь проходят утренники, физкультурные занятия, музыкальные занятия, дополнительные занятия, такие как танцы, йога, физкультурные занятия, УФП. Дед Морозы привиты, все сертификаты. Дед Мороз у нас свой большой, настоящий Дед Мороз. Здесь у нас проходят занятия по скорочтению и здесь также занимается логопед. Логопед у нас сертифицированный, также проводит массажи родовой полости. Это по показаниям? Да, это по показаниям невролога. Когда невролог назначает массаж для коррекции дефектов речи, тогда логопед-дефектолог проводит определенные действия. Скорочтением занимается школа, у нас приходящая школа. Они занимаются ментальной арифметикой, скорочтением и подготовкой к школе. Здесь у нас располагается ясельная группа. Мы работаем по государственному контракту от полутора лет. Может любой родитель зачислиться в муниципальную группу с полутора лет. Отдельно дизайнеров привлекали или это ваши тоже воспитатели? Это наши воспитатели трудятся. Они преподают рисование или это так? У нас в группах есть уроки рисования. И это как раз те самые воспитатели? И это те самые воспитатели, которые все оформляли в этом детском саду. Цвета повторили? Это группа дельфинчики. Здесь уже идет активная подготовка к школе. Здесь пятилетние ребятишки. У нас в образовательную программу еще включены театральные деятельности. Каждую пятницу ребятишки ставят театры друг к другу и показывают их между группами. Питьевой режим исполняется. Питьевая вода, кипяченая. Питьевой режим – это то есть детей в определенное время поет? Нет, по надобности. То есть как ребенок захотел, он подходит здесь, берет стаканчик, наливает в воспитатель водичку и потом стаканчик выкидывает. Одноразовые кружечки. Это группа 3-4 года. Игровая зона и также зона для занятий в кругу. Большинство мебели поменено на новое. Что-то мы в процессе эксплуатации заменяем. Если стульчик, металлический каркас поврежден, то его смысла уже нету реставрировать. У каждой группы есть своя столовая. А, поэтому он прямо? То есть это для одной группы. То есть здесь вот стульчики по росту. У каждой группы своя ростовочка. И покушали, все убирается. Сами убирают или воспитатели все проходят? А на этой группе дежурство такое ограниченное? Потому что здесь 3-4 они? Совсем лучше. Я не знаю. У меня ребенок, в принципе, достаточно приходит как бы не голодным. Не могу сказать. У меня такого нет, чтобы ребенок не ел. Я знаю, что у меня даже добавки бывают просит. Поэтому как-то у меня это будет фу. Все нормально с этим. Вот что могу сказать про наш детский сад и про моего ребенка? У меня проблем ни с первым, ни с вторым не было. Потому что у нас классные воспитатели. Они умеют находить подход к ребенку. У меня дети идут с удовольствием. Вот мы сейчас, у нас был карантин. Ребенок сидел дома. И когда мы вышли, он просто с огромной радостью мы пошли. Поэтому моя душа как бы материнская спокойная. Посуда у нас моется в посудомоечных машинках. Посуда вся новая. Обрабатывается с 90 градусов. Тарелочки все новые. В январе была замена тарелочек. Кружечки. И ложечки-вилочки. Тарелочки для второго. Дис-средства для мытья столов. Обработка столов идет. Специально разводят дезинфицирующие средства. И обрабатываются столы. Это раковинки. Как часто меняете мыло? Мыло мы меняем по требованию. То есть, как оно измыливается. Сейчас у нас дозаторы установлены. И, скорее всего, перейдем на них. То есть, уберете вот это твердое мыло, останется только... Ну, твердое мыло мы тоже убрать не можем, потому что твердое мыло, оно нужно для занятий, чтобы ребенок тоже понимал. А когда ребенок гель наносит на ручки, этого эффекта нету, который раньше, в советское время. У нас же мыльца берет ребенок, воспитатель ему рассказывает, как мылить этот кусочек. То есть, это отдельная практика трюки? Да. То есть, у каждой группы здесь есть отдельно своя столовая, своя ванная, душевая комната, умывальники. И вот у детей постарше как раз остаются полотенца, еще такие привычные и типичные. А у малышей остались салфетки одарасовые, чтобы меньше, ну, это не суеты, чтобы они там не путались между собой. Бытовая химия у нас располагается под замком. Здесь полностью бытовая химия стоит, все средства согласно нормам Санпина. Здесь отдельно для туалета, для мытья туалета располагается ведро, отдельная тряпка и халат. То, что детский сад «Семь гномов» соответствует нормам, подтверждает заключение Роспотребнадзора и лицензия. Убедиться в этом могут и сами родители, придя на подобную экскурсию. Если поймете, что сад подходит вашему ребенку, оплатить пребывание можно деньгами из маткапитала или ходить по госпрограмме от полутора до семи лет. Другой приятный бонус – налоговый вычет. Татьяна Григорьева, Михаил Ткачук. Проект «Недля ТВ».